Дай почитать. В рассказах. Объединенные основной темы. Это повествование об отчаянных и отчаявшихся людях, живущих в разные эпохи и в разных местах. В Вене, Париже, Каталонии, Амстердаме, Осло перед нами пройдет череда героев. Первый, разочаровавшийся в музыке гениальный пианист Пере Брос. В рассказе «Посмертный опус» описан его последний концерт, где он исполнит сонату для фортепиано номер 21 си бемоль мажор, написанную Францем Шубертом в 1875. И вдруг увидит якобы этого великого композитора в первом ряду, в затейливых круглых очках, широколобый, кудрявый, экстравагантно одетый, в седьмом кресле справа, в смертном безмолвии и глядел на пианиста в упор из вечности дыша. В антракте Пере Брос, осознавшись, что музыка больше не приносит ему счастья, звонит своему любимому и боготворимому другу Золтану Вену и удивляется его рассеянным и отстраненным ответом, его холодности и его непонимания. В рассказе о завещании несчастный Агусти хоронит жену Эулалию. Он прожил с ней 28 лет, у них трое детей, ее смерть совсем его подкосила. После похорон он идет в больницу за результатами собственных анализов в ожидании скорой смерти. Но узнает, что оказывается с 15 лет он страдал бесплодием, и его жена была ему неверна. Настало время смириться с тем, что не одна только смерть, но и вновь дарованная жизнь может оказаться немыслимо жестокой. Персонажи Кабре живут в 17-20-21 веках, но их всех объединяют трагические жизненные обстоятельства и музыка великих композиторов Шуберта, Баха, Дворжика, Фишера. И писатель прав, когда в эпилогии утверждает, что чтение рассказов требует от читателя больше активности, чем чтение романов. В последнем рассказе, названном, как и цикл Шуберта «Зимний путь», мы, наконец, поймем, почему Золтан был безучастен к другу Пере, что жизнь – только путешествие, и умираем мы всегда на полпути, куда бы мы ни направлялись, что многим из нас злой рок уготовил невыносимый зимний путь, истерзывающий душу. 16+. Дай почитать. Субтитры создавал DimaTorzok